Это взлетно-посадочная полоса самого западного аэродрома России. В 1995 году, ровно 20 лет назад, здесь закончились полеты. Аэродром приходит в запустение и разрушается. Но разговор будет не об этом. Разговор будет о шиповнике. Шиповника здесь много и я вам расскажу все, что я о нем знаю. Для начала я вам покажу, какой шиповник не следует собирать и заготавливать на зиму. Это шиповник декоративный. Плоды у него достаточно крупные, мясистые. Можно есть с куста, он вкусный, но для заготовки он не подходит. Витамин в нем нет. Это декоративный шиповник. Для того, чтобы собирать шиповник, вам понадобится маленькая ведерко. И ведерко побольше, в которую вы будете все высыпать, что соберете в него. Можно использовать обрезанную пятилитровую канистру из-под воды. Шиповник можно собирать двумя способами. Двумя руками или одной рукой. Показываю, как собирать одной рукой. Левой рукой вы фиксируете ветку. А правой рукой, не дергая шиповник, а надламывая, вы его срываете с ветки. То есть вы его берете и просто надламываете. Шиповник собирается пальцами. Можно также собирать двумя руками. Двумя руками собирать проще и легче. То есть одной вы держите, второй срываете. Срывается все пальцами. Вот таким вот образом собирается шиповник. И вот таким вот образом, не спеша, пальцами подламывая каждую ягоду. Таким вот образом. Рвать их не надо, иначе вы поцарапаетесь. Собирается шиповник. Если вы сами будете собирать шиповник, где-то вы 10 литровое ведро соберете за полтора-два часа. Это спокойно. С 10 литрового ведра шиповника получается 2,5 килограмма сухого шиповника, если вы будете его сушить. На зиму в семье из 4 человек необходимо 4-5 килограмм сухого шиповника. Практически поработав 4 часа в году, вы свою семью обеспечите витаминами на всю зиму. Вот так вот. Я шиповник, конечно, собираю чуть по-другому. Просто я вам показываю на практике, как он собирается. Я собираю двумя руками. Руки, как видите, я второй день собираю, даже не поцарапанные. Но я им занимался давно, поэтому мне это проще. И вот таким вот образом, подламывая каждую ягоду, вот так вот раз, вы собираете шиповник. Продолжаем рассказывать про шиповник. Перед вами шиповник, который я собирал осенью. Я его собрал и высушил. Сушил я его по той технологии, которую вам рассказывал в одном из своих видео. Если вы не смотрели это видео, я внизу дам ссылку на него. Можете пройти и посмотреть. Сушилки делаются очень просто и, в принципе, доступны каждому в исполнении. И так, шиповник я весь высушил. Но, так как видите, он еще немного мягкий. Ну, в принципе, его можно досушить практически дома. Он влагу практически всю свою отдал. Осталось совсем немного. На выходе у вас должно получиться вот что. Вот шиповник. Идеально высушенный. Вы слышите, как он длинит? Идеальный шиповник. Шиповник сушеный. Лучше, конечно, хранить бумажный пакет. Это самый лучший вариант. Проникнуть не долго. Практически шиповник, не теряя своих свойств, может храниться два года. Вот шиповник. Как я говорил, на семью из четырех человек достаточно 4-5 кг сухого шиповника на год, чтобы практически не болеть. И постоянно пополнять свой организм необходимыми микроэлементами и витаминами. Далее. Также я вам покажу сухофрукты яблочные. Они также были высушены. Такое небольшое отступление. Они сушились у меня вместе с шиповником. Качество достаточно очень хорошее. Но если у вас есть возможность приобретать стационарное сушеное, Сушилки электрические. Раньше назывались Фирузовосток. Сейчас я слышал видео в интернете Дачник Чепельник. Кстати, очень хорошие сушилки. Можете покупать. Одну сушилки вам хватит на всю оставшуюся жизнь. Потому что предыдущие сушилки Фирузовосток покупал в Санкт-Петербурге. На первой сельхозвыставке. В 1992 году не помню. Они до сих пор у меня работают. До сих пор у меня живые. Они всегда окупили и оправдывают каждый год. Проходите по ссылке на видео, как сделать эти сушилки. Простые, элементарные. Смотрите и делайте. Что можно делать с сухим шиповником? Во-первых, шиповник нужно досушить до идеального состояния. Чтобы он был достаточно сухим, не покрывался плесенью. Такого качества. Сейчас я камер поближе подведу и покажу вам подробно. Вот шиповник. Как образец. Самый идеальный шиповник должен быть розовый цвет. Но главное, чтобы он не был горелым. Он темный, просто его сушили мягким. Вот этот сушили мягким, он чуть темный. Горелого шиповника здесь нет. Этот шиповник должен быть вот такого качества. В принципе, можно высушить его и в домашних условиях. Вы можете делать те сушилики, которые я показывал выше. Или можете купить стационарные электрические. Теперь я вам расскажу, что можно делать с шиповником, как его заваривать, как его использовать, как его применять в жизни. Итак, шиповник сушит на бумажных пакетах. Яблочные сухофрукты тоже бумажных пакетов. Самый популярный способ использования шиповника, это заваривать в термосе. Самый удобный и оптимальный вариант. Один и тот же шиповник заваривается три раза. Это я вам скажу, еще раз скажу и много раз повторю. Самый оптимальный вариант, когда не завариваете шиповник один раз. Шиповник заваривается на ночь, часов на восемь, не меньше. Вот я беру термос и вот шиповник. Вы можете взять шиповник горячий, вылить и сразу выпить шиповник. Если вы не хотите его вылепить, берите любой кувшин, сливаете его в кувшин и завариваете еще раз. И так до конца. То есть у вас дома всегда будет стоять заваренный шиповник. Можно добавлять в чай, в компоты, куда угодно. И опять завариваете шиповник в этот же самый термос и этот же самый шиповник. Дело в том, что шиповник он крупный. И все микроэлементы он отдает постепенно. Поэтому экономьте свои ресурсы и забирайте у шиповника все микроэлементы до конца. Как заваривать шиповник? Чтобы правильно заварить шиповник, я покажу на литровой банке, необходимо на треть термос засыпать сухим шиповником. Сверху доливайте обыкновенный дипетон и настаивайте всю ночь. Самый оптимальный вариант по употреблению шиповника, это употребляйте 3 дня через 4. Я пью шиповник постоянно, никаких противопоказаний против него нет. Он водорастворимый, ничего плохого вам не сделает, никакого вреда, только пользу. Что еще можно делать в шиповнике? Можно заваривать компот. В этом случае свежий шиповник засыпайте в банку, где-то четверть, много не надо. Можно добавлять листья черной смородины, какие-нибудь травы и обыкновенно заваривать как компот. Заливайте кипятком, закрывайте крышку, можно добавлять сахар. Но самый лучший вариант это шиповник. На чем хочу еще остановиться? Многие советуют шиповник перемалывать. Я вам сейчас покажу почему этого делать не надо. Вы можете расколоть любой шиповник и посмотреть. Внутри находятся всевозможные мелкие усики. Если вы будете размалывать, а потом заваривать его в шиповник, то вам придется очень много процеживать. Не факт, что вы очистите его от этих усиков до конца. Они будут раздражать вам. Слизистую, очень неприятно. Тем более таким образом заваривается шиповник один раз. А если вы будете заваривать его целым, то вы можете заваривать его три раза. То есть качество заварки шиповника целого, как я вам рассказывал, у вас вырастет эффективность и использование. Это все, что я хотел вам рассказать. Всем спасибо.